Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта «Открытый университет» и любители истории. Меня зовут Андрей Владимирович Сметанин, и я по-прежнему представляю кафедру междисциплинарных исторических исследований Пермского университета. Продолжим разговор о подготовке к Олимпиадам по истории. И разберемся с непростым вопросом. Как писать эссе на высокие баллы? Сразу оговоримся, что речь пойдет только об эссе на Всероссийской Олимпиаде школьников. У этого тура самые сложные критерии проверки. Как члену жюри мне неоднократно приходилось общаться со школьными педагогами, которые возмущенно говорили «Мой ученик пишет прекрасный эссе, почему на Олимпиаде он получает 20 баллов из 50?» Сегодня будет очень длинный ответ на этот вопрос. Во-первых, эссе требует правильного настроя. Это не свободная творческая работа, требующая только креатива или фантазии. Олимпиадный эссе – это строгая форма с конкретными критериями, в которые необходимо попадать и к которым нужно специально готовиться. Многие требования к эссе говорят скорее об аналитическом характере этой работы, нежели о литературно-историческом. Существуют даже особые требования к оформлению. Например, деление на абзацы должно совпадать со структурой работы, а некоторые части эссе даже требуется нумеровать. Эссе – это аргументирование собственной позиции по предложенной теме. Кстати, о темах. На Всероссийской Олимпиаде школьников почти 15 лет в качестве тем эссе предлагаются проблемные цитаты историков или современников событий. Здесь представлен пример реального задания. Цитата историка Иванова о периоде становления Древней Руси. Основная проблема касается роли Византии в культурном и общественном развитии нашего государства. Все предлагаемые цитаты многослойны. Например, в предложенном высказывании необходимо рассмотреть собственное влияние Византии на Русь. Далее – оценить роль европейской культуры в становлении, древнерусского общественного уклада и так далее. Вот эти более конкретные и мелкие вопросы называются задачами эссе. Мы убедимся, что выделение задач является важнейшим умением олимпиадника. Задачи определяют логику и структуру вашей работы. Однако эссе начинается не с постановки задач, а другой, более творческой части – обоснования выбора темы. Многих новичков это ставит в тупик. Ведь мы выбираем тему просто потому, что период лучше знаем или просто его любим. Однако в обосновании выбора темы эссе такое откровение зачтено не будет и принесет в лучшем случае один балл. Надо подумать, а почему вам интересен этот период? Или это конкретная проблема? Возможно, вы прочитали какое-то художественное произведение, например, «Войну и мир», и период очаровал вас. Возможно, вы писали исследовательскую работу в школе по близкому вопросу. Возможно, история вашей семьи как-то связана с выбранной темой. Особенно, если речь идет о гражданской или Великой Отечественной войне. Так или иначе, интерес к вашему любимому периоду нужно продумать заранее. И только после абзаца с обоснованием выбора темы формулируется проблема и задача эссе. Задачи лучше формулировать с глаголов «выявить», «определить», «проанализировать» и тому подобное. Также не забудьте пронумеровать задачи. Теперь разберемся с оцениванием. На муниципальном этапе эссе оценивается в 20 баллов из 100 возможно. На региональном и заключительном этапах в 50 баллов из 200 или 250 возможно. Далее мы будем разбирать критерии проверки по 50-бальной шкале. Обоснование дает участникам 5 баллов. Ну, согласитесь, не так уж и мало. Это те самые баллы, что могут отделить вас от черты призеров. Еще столько же дадут проблемы и задачи. Именно с последних мы и начнем. Это первое, чему должен научиться олимпиадник при написании эссе. Критерии оценивания задач достаточно жесткие, но при этом понятны. Один балл начисляется за верно сформулированную общую проблему цитаты. Большинство олимпиадников справляется с этим. А вот выделение задач – искусство непростое. Во-первых, ваши задачи должны закрыть все аспекты выданной проблемы. В цитате не должно оставаться каких-то важных, нагруженных смыслом фрагментов, про которые вы почему-то забыли. У жюри сразу складывается впечатление, что вы решили спрятать ту часть цитаты, по которой мало знаете. Другой критерий качественной задачи – это соответствие формулировки задачи смыслу высказывания. Нельзя, увидев слово «Византия», придумывать задачу в духе «рассказать о Византийской империи». Наша тема этого не требует совсем. Наконец, после выделения задач проверьте, а не дублируют ли ваши формулировки друг друга. Ведь это самая частая проблема на Олимпиаде, когда задачи оказываются просто об одном и том же. Когда вы это обнаружите во время написания, то просто начнете высасывать текст из пальца, поскольку все факты уже будут заиграны в предыдущей задаче. И снова получается, что 5 баллов требует большой подготовки и внимательности. Закрепим теорию на другом примере. На этот раз изучим цитату дореволюционного экономиста Мигулина. Автор пишет не только о развитии экономики при Петре I, но и о высокой цене этих реформ. Первая выделенная задача – рассказать про личность Петра I – плоха абсолютно всем. Так нельзя употреблять в задачи глагол «рассказать». Эссе – не пересказ учебника на уроке, а работа, где вы доказываете, аргументируете свои мысли. Также в этой задаче поднимается абсолютно ненужный аспект – личность Петра Великого. Еще раз перечитайте цитату. Автор нигде вопрос личных качеств императора не поднимает. На написание этой задачи вы просто потратите 10-15 минут драгоценного олимпиадного времени. И для сравнения вторая задача наоборот – очень симпатично. Используется аналитичный глагол «оценить». Также замечательно выделена и заострена мысль Мигулина, а именно сравнение уровня производства при Петре и при его предшественниках в XVII веке. Если вы серьезно собираетесь готовиться к олимпиадам, то обязательно потренируйтесь на заданиях прошлых лет, поскольку к ним есть ключи с вариантами выделения задач. Вернемся к обоснованию выбора темы. 5 баллов можно получить лишь в том случае, если в вашем обосновании содержится минимум две причины выбора темы. При этом как минимум одна из них должна касаться той конкретной проблемы, что выдано в цитате. То есть, при написании темы о влиянии византий на культуру Руси будет недостаточно просто сказать что-то об увлеченности периодом. Придется интерес к византийскому влиянию чем-то мотивировать. Еще один формальный критерий – это наличие как минимум одной личной причины выбора темы. Сослаться исключительно на научную актуальность проблемы и дискуссии историков для высшего балла маловато. Как видите, получить максимальную оценку за обоснование выбора темы очень сложно. И не забывайте об одной простой истине. Тема, которая понравилась вам, наверняка понравилась еще десятку или десяткам участников. Если каждый из вас напишет одни и те же очевидные причины выбора темы, то никакой оригинальности в вашем обосновании уже не будет. Поэтому хорошенько подумайте, чем вы можете зацепить экспертов. Только лишь одна просьба. Не пытайтесь оригинальность искусственно добавлять за счет сомнительных художественных ходов и прочих художественных виньеток. Как правило, попытка выпрыгнуть из штанов вызывает лишь неловкость при чтении. Основная часть – главный источник баллов и главный пожиратель времени при написании эссе. Как следствие собранности, самодисциплина, исследование структуре здесь играют огромную роль. Обратите внимание, что основная часть жестко привязана к введению. Вы должны последовательно раскрыть каждую из сформулированных ранее задач. На региональном и заключительном этапе таких задач обязательно четыре. Также составители заданий просят нумеровать каждую задачу. Так проще проверять. И проще понять в жюри ваш текст, на какой конкретный вопрос вы сейчас отвечаете. Рекомендуется раскрытие каждой задачи оформлять в виде большого абзаца. Это тоже упрощает навигацию по вашей работе. Каждый из разделов основной части является вашим ответом на поставленный в введении вопрос. Вы аргументируете свою точку зрения. Как же заработать 35 баллов из 50 возможных за эссе? Во-первых, научиться аргументировать свою позицию. К этому вопросу мы скоро вернемся. Убедительное раскрытие каждой задачи оценивается в 5 баллов. Несложно посчитать, что за 4 задачи вы заработаете сразу 20 баллов. Это самый дорогой критерий проверки эссе. В этом же критерии происходит учет фактических ошибок, некорректных формулировок, неточных терминов, описок и т.п. Еще 5 баллов вам принесет загадочный критерий творческий характер осмысления темы. О нем также поговорим отдельно. И еще 10 баллов ставится за знание точек зрения по избранному вопросу и умение их употреблять в эссе. Теперь перейдем к конкретике. Раскрытие задач – это сердце эссе. Это ваше умение обосновывать собственные суждения фактическим материалом. То есть умение доказывать мысли. Единицей аргументации в истории является факт. Эти самые факты и будут изучать под микроскопом члены жюри. Во-первых, факты должны быть. Как ни странно, мне доводилось многократно читать тексты, состоявшие исключительно из рассуждений автора, где при всем желании факты не отыскивались. Для высшего балла требуется не менее трех фактов в каждой задаче. Казалось бы, не так много. Однако засчитываются только факты, напрямую связанные с формулировкой вашей задачи. Например, говоря о византийском влиянии на Русь, нужно вспомнить о богослужебных книгах, о кириллице, о декоративно-прикладном искусстве и даже судебниках. Также учитываются только факты, которые вставлены в рассуждения, а не просто брошены в читателя, без всяких комментариев. За каждую фактическую ошибку вычитается один балл. Допускается некоторое количество неточностей, которые, впрочем, тоже могут суммироваться в минус. Знание точек зрения разделяет опытных олимпиадников и новичков. Если факты могут сами собой оседать в голове, обоснование родится из вашей любви к истории, то точки зрения историков могут оказаться в голове только одним путем. Труды нужно прочитать, точки зрения из них выделить, а потом выучить. Да, это огромная подготовка. Рассмотрим критерии проверки. Для максимального балла необходимо, чтобы при раскрытии каждой задачи вы использовали не менее двух точек зрения. Некоторым утешением служит факт, что историков можно повторять в разных задачах, но суммарно нужно прочитать не менее четырех книг. Учить придется не только фамилии, но и название работ, из которых вы взяли точки зрения. Это называется корректным указанием на источник. Если вдруг спутали название работ или инициалы историков, то получайте минус балл по данному критерию. Еще один тренд, с которым борются составители заданий. Это ритуальное цитирование. Некоторые опытные олимпиадники заучивают массу цитат и начинают их вставлять исключительно ради галочки. Увы, но это тоже не даст вам баллов. Каждая цитата должна быть связана с задачей и должна быть вставлена в вашу систему аргументации. Также хочу предостеречь от использования сомнительных историков. Обращайтесь только к академическим работам. Если у вас есть наставник, то он, конечно, подскажет вам, что брать в первую очередь, а что лучше не трогать. Объяснить смысл критерия творческий характер работы сложно. В критериях содержатся два ключевых аспекта. Во-первых, наличие научной оригинальности, неких поворотов темы, которые не встретились у других авторов эссе. Это могут быть интересные сравнения, какие-то красноречивые второстепенные факты и так далее. Второй компонент – это, конечно, стиль. Эссе, написанное хорошим литературным языком, научно-популярным или академическим стилем, доставит жюри удовольствие, а вам высокие баллы. Работайте над своим стилем. Это тоже труд. Читайте больше научных и популярных книг. Обращайте внимание на обороты, вводные конструкции, приемы построения текста. И еще раз настоятельно прошу, не захламляйте эссе вымученными искусственными красивостями, ненужными риторическими приемами. Мы пишем эссе по истории. Заключение. Заключение во многом технический раздел. Вы открываете введение и даете краткий, но содержательный ответ на каждую задачу. Ровно в том же порядке. И не забудьте пронумеровать. Вы должны показать, что пришли к какому-то выводу. Заключение – это неформальный абстрактный поклон или прощание с читателем. Это содержательный, краткий экстракт всей вашей работы. Если ваши выводы пустые, значит, и читать работу смысла нет. Также не забудьте сделать один обобщающий вывод. Это ваше суждение по сформулированной проблеме. Итак, 4 вывода по задачам и одно обобщение дадут вам ровно 5 баллов. Признайтесь, обидно потерять баллы именно здесь. Поэтому не забудьте успеть написать заключение. Закончить разговор об эссе мне бы хотелось рекомендациями. Эти рекомендации испытаны временем и не раз приводили наших старшеклассников к дипломам в Сироса по истории. Первое. Не пытайтесь учить все. Выберите один большой период истории и готовьтесь только к нему. На Олимпиаде у вас будет выбор. Примерно из 10, 15, 18 тем. Ваш большой период там точно будет. Идите от своих интересов. Возможно, кому-то нравится Руси да монгольский период. Пусть так. Кто-то возьмет полностью 18 век. Кто-то возьмет только половину 18 века. Зато прихватит еще время Александра Первого и Николая Первого. Все в ваших руках. Обязательно читайте книги. Выписывайте из них точки зрения. Выписывайте факты. Важные и обязательные. Не столь важные, но красноречивые. И, конечно, сформулируйте свою позицию по всем вопросам избранного периода. Именно эту позицию вам и придется отстаивать в эссе. Ну что ж, фронт работ обозначен широкий. Теперь перья в ручке. Снимаем манускрипт из полок. И идем искать информацию. Олимпиада, запомните, дорогие мои, это профессиональный спорт. Не будьте любителями на этом турнире.